Не успел загрузиться углеводами перед тренировкой? Расслабься, это не катастрофа! Одна из аксиом бодибилдинга гласит Начинать высокоинтенсивную тренировку надо с максимальными запасами мышечного гликогена Гликоген это полисахарид или комплексный углевод, который накапливается в мышцах и отчасти в печени Когда спортсмен садится на низкоуглеводную диету, он сразу подмечает две перемены в своем состоянии Первое. Стремительно снижается вес тела Второе. Также стремительно падает интенсивность тренировок С весом все просто. Организм запасает гликоген вместе с водой На 1 грамм гликогена приходится 3 грамма воды Когда гликоген распадается, вес входит в первую очередь за счет воды А вот почему происходит спад энергии, непонятно С одной стороны, организм не случайно накапливает гликоген прямо в мышцах Выходит, он необходим мышцам как топливо при выполнении физических упражнений А с другой стороны, в условиях нехватки гликогена организм способен использовать другие источники топлива Белки и жиры Недавно ученые решили окончательно внести в вопрос ясность и проверить Так ли важно перед тренировкой запастись гликогеном под самую завязку 9 атлетов для начала провели тренировку, чтобы понизить уровень гликогена А затем в течение 75 секунд работали на велотренажере с максимальной интенсивностью Спортсменов разделили на две группы по рациону Первая перед тестом получала питание, повышающее уровень гликогена на 80% углеводов Вторая понижающая 25% углеводов И вот сенсация, опыт показал, ни по одному из замеренных показателей объема накопленного гликогена не повлиял на силу или выносливость спортсменов А это значит, что старая догма ошибочна Получается, что в условиях интенсивного тренинга организм и в самом деле мобилизует все доступные ему топливные источники без ущерба для силы и выносливости Отсюда вроде как напрашивается вывод Запасы гликогена не являются фактором, предопределяющим интенсивность тренинга Но этот вывод культурист не должен брать на вооружение Реакция замены гликогена протеинами и жирами носит одномоментный характер Со временем эффективность использования белков и жиров в качестве топлива падает, а вместе с ней падает и тонус мышц Так что, если вы долгое время не едите углеводов, ваша сила и выносливость обязательно понизится Но если однажды вам пришлось поголодать и вы заявились на тренировку с малым запасом гликогена, это не трагедия Тренировку вы вполне сможете провести на прежнем уровне интенсивности Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok